Субтитры сделал DimaTorzok 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 я бы пока ситуация ваша территория так почему вы назовете слово нет пути вас там принес конституция вы меня не слышите я не из россии почему чему вас и значок якшо я не помиляюсь это не микола 2 правильно это не микола это александр 2 о так так действительно уважаю а что зробил александр 2 поставил окончил с феодоличем отменил крепостное право зимская реформа реформа образования судебная реформа суд присяжных и так далее а то что он проиграл турецкую войну ну не турецкую турецкую выиграл крымская ну крымская турецкая а не турецкая там больше британии участка а за крем только турки воевали ну там турки не главные были он проиграл но не он начал войну начал его предшественник николаев первый начал войну а он проиграл он и закончил проиграл да но проиграл достойно не потерял святое просто были ограничения на флот и так далее какое то время а в чем он достойно проиграл то что он сдал крым но он не сдал крым крым остался российский что он сдал его что он сдал его он не сдал его флота не было ну вот по флоту были ограниченные там 20 лет ну ну вот это его минус а в другом плюс ну я не по этому я сам из Харькова я из Харькова и именно при Александре втором Харьков достиг максимального градиента своего роста именно в годы его правления а вы это не жили вы это прочувствовали? нет я знаю историю Харькова а вы знаете что именно во времена правления Александра второго наиболее бурное развитие Харькова именно в момент его правления как города как генерализационное развитие вот очень интересно ну мне не скажу а знаете почему при нем было бурное развитие Харькова бурное развитие Харькова бурное развитие Харькова потому что в 1869 году Александр Второй распорядился строить вторую железную дорогу как это Москва Питер в 1869 году но в 1869 году построили именно на Харьков они не на Киеве или Варшавы а именно из вас и на Харьков он распорядился строить и дальше на Северной на Киеве и на Северной и на Северной второй дороге после Москва Питера послужило бурному развитию Харькова как крупнейший квадратский парад хорошо я с водой есть такая ситуация мне интересно у вас там флаг я так вижу червоный непонятно флаг города проживания город Торонто город Торонто Торонто Канада это флаг города Торонто вы спрашиваете да я знаю ну мы что не знаем что это флаг города Торонто я вам пояснил это флаг города Торонто не про собачу вот трошки что это флаг Канады ну понятно да в Канаде да я в Канаде да и те ваши особистые И как ваша особистая думка про эту войну, что зарядит между Украиной и Россией? Ну, думка такая, что война это плохо. Я бы предпочел, что в Украине фрагментировались бы мирным путем. В каком плане? Ну, договорились и разделились на три государства, например, на несколько. Ну, три. Максимально на три, на четыре. Ага, я вас разумею. Я, дейсно, ну, я обещаюсь, а можно я сейчас буду ругаться и посылать вас трошки? Ну, для записи это не очень хорошо. Но я могу остановить записи, поругайся, пожалуйста. Не, ну, для записи, может. Хорошо, не, я пока не буду ругаться, я тогда задам вам одно питание. Вы в Канаде с какого року? С пятого. С пятого. С пятого. С пятого. С пятого. Ну, нет, с девятьсот, с пятого, да, с семнадцать лет. С пятого. Тобто, вы уже семнадцать роков в Украине не проживаете, так? Так, да. Ситуацию в Украине не знаете, так? Знаю, я каждый год до ковида, каждый год бывал в Украине. Так, зачекайте. И у меня в Украине есть собственность. Вы в Украине не проживаете, вы мне послушаете. Вы тут не проживаете, правильно? Ну, десять раз не нужно заплатить. Правильно, это правильно. Ну, вы на месте ситуацию не знаете. Я ж бываю в Украине каждый год, вот до ковида, по крайней мере. Значит, я знаю ситуацию. Если я бываю там три недели, например... Ну, похер, что вы бываете каждый день в Украине, вы приезжаете там на тиждень, на два. Я вам... Вот что, это достаточно, чтобы узнать ситуацию. Одного тижня достаточно. И вы, вы оце будете рассказывать, что Украина должна сдать какую-то территорию, оце кацати ей? Я вам это не говорил. Вы перед тем сказали, что нужно было сдать. Разделиться на три территории. Я вам то... Вот, это не... А почему вы ждаете Россию? Может, отдельные государства будут. Может, они будут на Европу ориентированы. Такого вы знаете, что я думаю. Вот, допустим, на три государства делятся, и все государства ориентируются на Европу. Россия причем? Я вам не говорил, что Россию знает. Я же вас просто почувствовал, что вы маете на увазе. Я же вам не говорил, что Россию знает. Допустим, на три государства делятся, на три державы. И все три державы ориентируются дружно на Европу, например. Украина и как раз ориентировалась на Европу после 2017 года. А так будут три государства ориентироваться на Европу. Каких три? Слобожанщина, Собственная Украина и Галиция. Вот, допустим, три государства. Слобожанщина? Слухай. Слухай. Ти меня уже, как бы, вибудь, ну, перешел на... Ну, довел тебя, да, важно. Да, довел трошки. Возьмете? Але ви вже проживаете 17 років поза Україною. И не вам вирішували, як нам в Украине жити. У нас одинаково право голоса. И чому ми повинні ділитися? Ну, я так считаю, а вы считаете, что не повинны. Это естественно. И это естественно. Вы так рахуете. Потому что вы представляете регион Ресоперен. А я представляю регион Дональ, Харков. На котором Украина паразитирует, как на регионе Дональ. А вам она, наоборот, дает больше, чем от вас собирание. А вы проживаете Харков? У вас 17 років уже в Харкове нема. Ви в Торонто чи где там вы живете, в Канаді. У меня в Харкове квартира. Да, мне не сутіло. Ну, квартира не квартира. Вы проживаете уже 17 років в Канаді. Ну, вы же не понимаете. А якого вас хера в Канаду понесло? Мене питали. Отвечаю. В Канаду престижно. Ими грешно. А, ими грешно престижно. А чому вы тогда будете вырешивать, что нам тут на месте работать с нашей державой? Потому что мне дорога... Мне ваша держава как бы не дорога, но мне дорога часть вашей державы, а именно Харьков. Это мне дорого, поэтому я буду вырешивать. Вам дорог Харков? А вы живете в Канаде? Мне дорог Харьков, я живу в Канаде, да. Ну, то что вам там дорого? Если вы живете в Канаде, какие вам Харьков дорого? Ну, у меня, может, квартира в Харьков. А мне покер на вашу квартиру. Ну, вам-то я понимаю, что покер. Вы же тебя спрашиваете, я... Я же понимаю прекрасно, что вам покер. Вы же меня смотрите, я вам отвечаю, что почему мне дорого. Это мое... Если вам была дорога Украина, вы были в Харькове. Мне дорога Украина, мне дорог Харьков. Несмотря на то, что он в Украине. Несмотря на то, что он в Украине. Несмотря на то, что это русский город в Украине. Семнадцать роков, вы уже в Канаде, и вам дорог Харьков. Почему? Я по полгода был в Харькове за эти семнадцать лет. Да, ностальгия. Иногда пару раз и трое. Пару раз, ностальгия. А почему не остались тут в Украине? Потому что в Харьков пока в Украине. Мне неприятна ваша мова, неприятна ваша культура. А, неприятна наша мова, да? Да. Вот как не будет этой мовы, я с удовольствием в Харьков вернусь. А, когда не будет такой мовы, да? Да. Когда в Харьков не будет. У вас не будет мовы без проблем. У вас во Франкиевске не будет ваша мова. Не, а можно теперь можете записывать на ваш стрим блогин. Если вы блогин, то можете уже записывать. Ну хорошо. В чем беседуете в рулетке? Может вопросы интересные есть? Ну, вопросы много есть. Может вы на что-то ответите? Может на что-то отвечу, задавайте. Давайте для начала познакомимся. Как вас зовут? Олег, меня зовут Алас. Меня Виталий зовут. Очень приятно. Задавайте вопросы. Как вы думаете на этой ситуации, что у нас происходит? По поводу войны, что ли? Ну, думаю, да. Ну, я против войны, конечно. Я предпочел бы, чтобы Украина фрагментировалась бы мирным путем. Но, к сожалению, так не получилось. Ну, а какие у вас варианты есть? Ну, чисто ваши. Ну, варианты были до начала военных действий активных. Ну, а что делать? Варианты были, чтобы Украина выполнила Минские соглашения. Туда бы не начиналась эта активная фаза. Типа Донецк и Луганск? Ну, да. Донецк и Луганск. Надо было, согласно Минским соглашениям, предоставить особый статус. Вы знаете, почему Украина боялась это сделать? Она не боялась. Она пошла в наступление сейчас. Нет. Я говорю... Почему? До начала военных действий, почему Украина боялась предоставить... Подожди, извините. Извините. Это 14-й год вы имеете в виду, правда? Ну, 15-й год Минские соглашения, в котором был прописан соглашение. Да, да, да. Ну, хорошо. Сейчас пойдете, вытяните, да. Я сам коллаборант, можно сказать. Ну и что? Да? Ну что, коллаборант? Ну, я не тоже коллаборант. А зачем вы так делаете? Ну, потому что я патриот Харькова. Несмотря на то, что он в Украине. Так кто у вас? Вы не коллаборант? А кто я? Ну, серый коллаборант. Я сепар, сепар. Я такого вам не сказал. Ну, я вам говорю, что я, я ничего не вижу плохого в слове сепаратист. Сепаратист это... Сколько вам лет? Ну, сколько дадите? Ну, не знаю, где-то 50 копеек. Ну, чуть побольше, но не важно. Это ж не сайт знакомств. Не важно. А, хорошо. А вы в Харькове домужились? С рождения. С чего вы взяли, что Харьков в русский город? Исторически так. Он основан по указу царя Алексея Михайловича. И к нему, цари Российской империи до 1904 года очень хорошо относились к тем, что давали определенные налоговые льготы, что обеспечило Харькову бурный экономический рост. Ну, с 1904 года льготы уже убрали. Ну, ничего. А попал? А попал? А попал? Вы скоро будете жить в России. Ну, возможно, если Харьков будет в России, в России. Я бы предпочел, чтобы Харьков имел отдельное государство. Нет, слабострично в Россию отправили. Ну, я понял. Ну ладно, отправите, отправите. А может, я скажу, что я согласен жить в Украине. Допустим, моя любовь к Харькову больше не получится. Больше, чем моя нелюбовь к Украине. Я вот еще... Почему в Украине? Послушайте. Почему в Украине не любите? Я вам объясню, если хотите. Потому что Украина многими десятками лет паразитировала на Харьковском научном, природном и индустриальном потенциале. Вам нужно жить в России. Пожалуйста, выбирайте. Ростов. И это не мы будем, кого выбирать. Это вы сами будете выбирать. Ну, я выберу, конечно, Москву или Питер или Ростов. Это уж я выберу, как. Поехали бы в Москву или Питер? Вот, если честно там. Ну, у меня, кроме Харькова, в Москве есть квартиры. Если что, я убил. Ну, вот видите. И в Харькове квартира есть. О, ну, вот видите. У нас будет немножко подлигать. Ну, если получится, будьте подвигать. А если не получится, вас будут подвигать. но я думаю что договорятся я думаю что у нас хорошо можно позавидовать вашему оптимизму но видите не то что русскому оптимизму где ваш русский дух все в стране почему пригожен москву нахуй чуть не взял это вы россиянам у вас нет никого сбили сука 7 самолетом пригожен молодцы напугали ну так ты хочешь послушать и я могу продолжить почему я украины или не люблю внимательно потому что украина это государство или держава стационарного вора даже у ссср таковая была вот у меня была в школе классно руководитель так такая более менее диссидент как она то есть данные не за не застал ссср а при ссср был такой классный час еще раз вам скажу можно извините вас у меня в школе учили старших нельзя передавать но я вас передвигаю украина на данный момент суверенное государство я согласен да ну я я надеюсь что и слабожанщина со временем будет суверенное государство как и украина слабожанщина поясните слабожанщина исторически это харьковская сумская полностью частично белгородская воронежская луганской области ну да не буду они будут принадлежать украине я ну я теоретически и такое нельзя исключать но я надеюсь что это будет независимая держава отдельно посмотрим посмотрим да будущее покажет будущее покажет я вас понял ладно приятно было побеседовать всех благ вам недолго музыка играла недолго пока я танцевал как думаете что ну как будущее украины какое будущее украины но есть вариант разные варианты вплоть до того что она как бы восстановить территорию возможно кроме крыма это так один вариант и противоположны что она ужмется там до 8 9 областей центральной украины это второй вариант украина границах которых она исторически была в том включая полтавской полтавской украины если насчет истории украины будет добрый олег меня зовут алексей да что вы хотели по историю украины спросить насчет историю украины вы так сказали до исторических своих границ какие границы исторические украины вот те те границы в которых она ушла из речи посполитой в 1654 году и пришла под варительством хмельницкой пришла в московское царство полтавской области это включена в эти границы а вот сумская область и харьковская на 90 процентов нет лишь вот из по харьковского области богодуховский район был в украине на 1654 год был в речи посполитой остальное было московском сам харьков был московском царстве богодуховский район харьковской области который с вами вам граничит или сумской аж не помню богодуховский с полтавской и сумской граничный по-моему с полтавской богодуховский район харькова но харьковской области да по-моему с вами границу никак не может дизель ходить харьков полтава полтавская область граничит с харьковской посмотрите потом на кату ладно не очень географии украины или вы знаете из из я из области украины с харьковской граничит по это самый запад опала сумская и полтавская область с юга днепропетровская область северо-белгородская область северо-востока воронежская область я географию украины хорошо знаю так что вас интересует будучи украины вот либо так либо так я надеюсь что харьков будет иметь свою державу слабожанщина а чё вы смеетесь так же совки смеялись в восемьдесят девятом году 80 пошел когда говорили что украина будет независимая также смеялись а вот вам повезло в девяносто первом стали независимым что тут смеха он такой как вы просто вы смеетесь вам окажется непривычным так восемьдесят восьмом году и из незалежной украины было непривычно правильно олег а вы в курсе знаете такие слова юлий целью чувствовал правдерей власть знаю услышали по крайней мере об этом да так вот и вот когда был советский союз это вот понимаете это был кулак а кулак это уже сила это уже оружие вот кулак это уже оружие потому что им и можно сделать больно а вот так вот так больно не сделаешь каждый пальчик можно ломать по отдельности так вот вашу слабожанщину сломают нужно в союзах нужно в союзах ходить с более сильными игроками безусловно конечно конечно ведь допустим тоже словакию не ломают или словению а слабожанщина раз раз в несколько больше словении между прочим и слабожанщина будет так как не скажет во внешней политике этого во внутренней политике будет самостоятельно и и вы не будет зависеть от украины украина на наслаждает в харькове свой язык например а так не будет насаждать какой государственный язык в канаде я знаю какой в бельгии там три языка в канаде нет государственных языков канаде есть два официальных языка они называются официальными они государства хорошо пускай будет даже так я соглашусь с вашей формулировкой сколько в канаде проживают население 39 миллионов сколько в украине проживало лет пять назад 42 миллиона в 91 52 миллиона проживало по поводу геноцида населения в тридцать втором тридцать третьем году когда как умерло померло порядка двух миллионов человек до правильно близко к ци они там загибают ющенко вообще загибался 10 миллионов по факту вы правы официальные данные говорят что умерла 165 миллиона ну почти 2 миллионов я знаю что украина об этом заявляет когда был геноцид тогда или сейчас не тогда и сейчас тогда был голодомор геноцид это я вам поясню геноцид это даже это слово которое это не грамоты журналисты начали употреблять не понимаешь что это такое и на цвет может быть и в легкой форме вот допустим я вам объясню как юрист объясняю что такое геноцид вот ментовская машина приезжает на рынок там а там торгуют разные кавказской кавказ и грузины армяне они допустим хватает в машину в обезьянник только грузин например только грузин затаскивает и начинает их оскорблять час подержали и выпустили вроде особого ущерба нет даже у них товар не забрали но это вот формально это считается геноцид без квалифицирующих признаков а во время голода он в голод во всем мире вот украине который 30 30 и он называется фэмин и в украине на найтинь сатики сатисти то есть фэмин это голод во всем мире по-английски так называется вот он не является геноцидом почему почему потому что не было угнетение к отдельной этнической группы если бы допустим вот красные эти самые комиссары заходили в село русским выдавали или там евреям выдавая допустим еврей живет в селе там или грузин да ему до ему давай уёбки забирали ничего а украинцев украинцев бы забирали тогда потом был геноцид а по факту забирали у всех жителей мужчина поэтому это не геноцид то есть не было избирательности по личному признаку по национальному а вот если была избирательность это был бы геноцид скажите пожалуйста в каком году была построена непрогрель в 28 или 29 ну запущен через год через два тридцать первом на поинтересуйтесь поинтересуюсь если васильцы в которых которого начал проектироваться он начал проектироваться еще в одиннадцатом году а потом коммунисты приписали вот как и весь план гверло они приписали себе а разработали его царские инженеры вот так вот дело в том что тридцать втором тридцать третьем году был голод в принципе ну как во втором мире так скажем и когда была построена обвес то есть сооружением же есть нету не было турбин и нужны были турбины вот стали набрать у меняли на зерно ставим отказали принимать золото только зерно сказали и и именно тогда вы немножко да 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 поэтому вот так вот совсем не разговорник сделай вид что я этого не слышал судьба тебя и так любят не слушай их в общем то всех и назвали русские потому что это глагол русский это какой чей отвечает в соседней стране 70 миллионов они нас ненавидят за это за то что мы живем хорошо ненавидят и будут ненавидеть всегда просто потому что мы есть и живем хорошо воронеж передали 1922 году воронежской области а в двадцать втором году липска область где была в австрове но уровень интеллект а у микола русская на самом деле это и наде хор хазан по моему так его фамилия это уровень интеллекта креветки из озовского моря хорош А вы не знаете, где есть город? 60 километров от кордона с Польшей. Как вы думаете, какая это может быть область? Сумска? Сумска область может жить с Польшей? Вы смеете себя? За родную Россию, как уси их рассеют, тяжела будет и исповедь. И по конституции еще раз заявляю, власть Харьковской области четвертая и сильная. Мы не позволим никому учить нас жить. Я заверяю вас, Харьковской области не будет ни Донецкой, ни Волгой власти. Будет только Харьковская власть. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор. У нас есть консульный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам по горанжевым издаметам. От Харькова до Гиева 480 километров. А до границы с Россией 40. Давай, страна огромная. Давай на смертный бой. Ты машинской силой днем мою. Сраншевой джимой. Но ты мне улица родная. И мне погоду дорога. Божи.